Здравствуйте, дорогие друзья! Это рубрика тех разборов, которые я даю глупые, ну, я, по крайней мере, стараюсь давать умные, но иногда, получается, глупые ответы на ваши интересные вопросы, которые вы в основном оставляете в комментариях к предыдущим выпускам, ну, а также в комментариях в целом по каналу, если они, конечно, стоящие. Итак, преимущественно в этом видео мы поговорим о яблочной технике, ну, как и в других выпусках, но в этом выпуске в основном будет затронута тема Mac, iPhone, iOS, даже на Apple Watch очень много вопросов набралось, ну, а в конце поговорим о развитии канала. Но все равно я постараюсь разъяснить некоторые моменты, чтобы они были интересны и тем, кто не пользуется техникой Apple. Таймкоды я прикрепил, ну, или, по крайней мере, постараюсь не забыть прикрепить, для того, чтобы самые деловые могли перейти к наиболее интересным и актуальным для них вопросам. Так что устраивайтесь поудобнее. Дмитрий Хадулин. Ретроспектива MacBook Pro. Насколько актуальны разные версии в 2019 году? Ну, тут я не столько хотел затронуть именно ретроспективу, то есть, какие старые ноутбуки можно взять в настоящее время, сколько вообще о том, какие MacBook стоит брать в 2019 году. На самом деле, у меня давно возникала мысль сделать это видео, но ввиду последних обновлений линейки MacBook, вопрос, кажется, отпал сам собой. До недавнего обновления, о котором я рассказывал на канале в линейке, MacBook была полной неразбериха. Тут и MacBook Pro, и старые MacBook Pro, ну, те, которые 2015 года продавались, и MacBook 12, и MacBook Air завезли. В общем, тут черт голову сломит, и действительно, что-то конкретное посоветовать было довольно сложно. Но сейчас все было упрощено, MacBook 12 Apple убрала, есть у нас MacBook Pro, MacBook Air. Самые новые модели и актуальные, которые представлены на сайте Apple. Если бы я приобретал MacBook, то тут на самом деле все просто. Есть MacBook Air, это печатная машинка, и стоит брать, по моему мнению, только самую актуальную версию 2019 года, которая была недавно представлена. Потому как старая версия MacBook Air не оснащалась Retina Display. И, ну, негоже смотреть вот в пикселе вот такого размера на таком ультрабуке в 2019 году. Это мое личное мнение. Раньше я MacBook Air не рассматривал, потому что не было крутой матрицы, и, скажем так, актуальна была только Pro, либо MacBook 12. Но ее дисплей я считаю, ну, уж слишком компактным. Вот 13-ки еще, в принципе, хватает, но 12-ка это уже как-то маловато. Да, может быть, для авиаперелетов, но это такой вот очень узкой аудитории людей, которые хочут себе приобрести настолько компактный нетбук практически, если кто помнит такой сегмент. Если вам не нужна автономная печатная машинка с качественным дисплеем за, ну, немаленькую сумму, то нужно брать прошку. Тут, по моему мнению, вот если бы я выбирал, все просто. Либо берешь прошку 2015 года, потому что это самое актуальное железо в старом Unibody корпусе. Желательно с дискретной графикой, то есть это в основном пятнашки. Но, в принципе, MacBook Pro 13 дюймов тоже неплохой вариант. Либо уже брать самый новый MacBook Pro 2019 года, потому что было пофиксено, пофиксено, ну, или пофикшено, как некоторые говорят, большое количество проблем. В частности, Flexgate, проблемы с клавиатурой и еще много мелких косяков. Уж очень долго Apple дорабатывала эту модель MacBook, сколько им понадобилось, 2016 года включительно. Да, это получается дорого, но вы уже получите более свежее поколение процессоров. Почему-то многие учитывают частоту, но не учитывают поколение процессоров, а это очень важно. В общем, MacBook Air, MacBook Pro 2015 года, либо MacBook Pro 2019 года. Ну, в крайнем случае, можно посмотреть бэушные варианты 2018 года. Тоже, в принципе, было исправлено много проблем. Это, скажем так, переходящий ноутбук в модель 2019 года, где было исправлено еще больше немаловажных моментов. А все вот эти очень старые MacBook до 2015 года, ну, это очень персонализированный вариант. То есть, каждый подбирает то, зачем ему надо, какое это будет состояние, какая цена. И, ну, это достаточно сложный вопрос для того, чтобы ответить в одном видео. Тут тупо надо сидеть на какой-нибудь барахолке и перебирать те или иные варианты. Говорит, да, вот это здорово, да, вот это нет. Но не забывайте, годы идут, и это ноутбуки, которым будет больше пяти лет. И, ну, скажем так, может, стоит поискать что-нибудь уже тогда на Windows. Да, будет платформа другая, но это будут ноутбуки, которые посовременнее, либо уже смотреть в сегмент планшетов, что ли. Они достаточно производительные и имеют широкий спектр софтверного обеспечения для того, чтобы хорошо работать. Илья Кутылев. Вопрос по Маку. С самого начала работы никак не мог понять зены рабочих столов. Переходил с Windows, по-честному пытался использовать. Читал статьи, смотрел видео, но никак не приживается. Неудобно управлять, бесит анимация при постоянном переходе. По-прежнему удобнее на одном рабочем столе, просто лишь переключаясь между окнами. И есть ли какое-то волшебство в работе с рабочими столами? Ну, в принципе, да, магия есть. Я очень сильно к этому привык. Там же, ну, кстати, будет еще один вопрос по трекпаду. В дополнение к этому с ним еще удобнее управлять рабочими столами. Ну, или мышкой Magic Mouse, потому что там есть свайповое управление. Сейчас, в общем, покажу. Так, ну, давайте примерно создадим мой рабочий процесс. Мне для работы нужна монтажная система. Допустим, вот я монтирую данный видеоролик. Потом мне нужен браузер, в котором я ищу какую-то дополнительную информацию. Я также открываю на дополнительный рабочий стол. Мне нужен текстовый редактор, чтобы сделать какие-то пометки. То есть, мы его отправляем вместе с Safari. Мне понадобятся заметки для того, чтобы доставать от этого какие-то файлы и вставлять, например, в монтажную систему. И вместо того, чтобы нагромождать огромное количество окон на рабочем столе и переключаться между ними по комбинации Ctrl-Tab, а видите, программа может быть очень много активно запущенных, я просто расставляю рабочие столы в нужном мне порядке. То есть, заметки с браузером я ставлю на один рабочий стол, Final Cut монтажка на второй, файлы я вытягиваю с третьего рабочего стола. И быстро между ними переключаюсь. Знаю, что в центре у меня всегда... Это была несанкционированная акция. Возвращаю обратно. То есть, я всегда знаю, что у меня в центре монтажка, справа у меня заметки с браузером, а слева у меня файлы, которые я, собственно, перетаскиваю. Если у вас нет мышки Magic Mouse, а это действительно удобно, когда к этому ты привыкаешь, можно использовать комбинацию клавиш Ctrl и стрелки переключаться. Ну, думаю, чтобы руку вообще не отрывать от рабочего процесса, лучше вообще переназначить эти жесты. Я думаю, это возможно. Или в панели управления, либо при помощи сторонних утилит. Неудобная комбинация... То есть, в итоге, вместо неудобной комбинации Ctrl-Tab, либо постоянного сворачивания-разворачивания окон из бока, лучше просто переключаться между рабочими столами. Да, и вот этот вопрос от Антона. Чем удобнее на iMac мышкой или трекпадом от Apple, очень сильно зависит, чем вы вообще занимаетесь. По моему мнению, если трекпад на MacBook Pro, особенно там, где он очень большой, это нереально удобная вещь, и она действительно может заменить мышку, то вот при работе с персональным компьютером, то есть с iMac, либо с Mac Mini с внешним дисплеем, лично у меня довольно сильно устают пальцы, потому что перемещать необходимый курсор по гораздо большей диагонали дисплея, с, соответственно, большим разрешением, и пальцы устают. В идеале, вот по крайней мере мне, при управлении монтажными системами, при работе в монтажных программах, а также в различных аудиоредакторах, было бы удобно использовать и мышку Magic Mouse, и трекпад. То есть трекпад располагается слева от клавиатуры, справа у нас мышка, ну, в зависимости от того, вы левша или правша, то есть все это дело инвертируется, и левой рукой очень удобно свайпить, скажем так, по таймлайн, где расположены клипы, либо по аудиодорожкам, а правой рукой уже непосредственно выполнять те или иные жесты. То есть левая рука работает у нас и на трекпад, и на клавиатуру. Это очень удобный кейс, я пару раз так пробовал, но, скажем так, докупать второе манипулятор за немаленькие деньги, это уже вторичное. То есть, опять же, смотрите, исходя из своих задач. Вместе круто, но вместо мыши для именно настольного компьютера я бы трекпад не брал. Расскажите про свой опыт использования Final Cut. Как я понял, пользуйтесь только ей. Ничего не красите, и Adobe Premiere не используете. Хороший вопрос, но для очень узкой сферы тех людей, которые производят контент, а не потребляют его, то есть не для наших подписчиков, но вкратце расскажу. Монтажная система, по сути, они в принципе все плюс-минус одинаковые, но имеют какие-то свои особенности. Будь то это Final Cut, это, скажем так, очень хорошая монтажная система для того, чтобы начинать человеку ничего не понимающим в видеопродакшене, в видеомонтаже. То есть, я свой первый год монтировал вообще не проходя никаких курсов. То есть, там все интуитивно понятно. Примерка посложнее, но там тоже есть какие-то свои преимущества, особенно, например, при работе с аудио, с расположением тайм-линии. Сейчас вот очень активно развивается DaVinci Resolve, потому что раньше это был инструмент сугубо для покраски, сейчас там уже добавили монтажные функции, даже анимацию. А вид это уже для более серьезного видеопроизводства. Но на самом деле тут все зависит от вашей оригинальной привязки. Если вы собираетесь работать на заказчика, то смотрите, на чем монтирует ваш рынок. Региональный, если это премьер, и зачастую это премьер, в Москве вот иногда все-таки встречается Final Cut, но тоже очень часто премьер, то лучше изучайте эту монтажную систему. А по факту все они плюс-минус одинаковы. Если вы знаете одну монтажную систему, то 70% успеха уже у вас есть. Перейти на другую монтаж не составит особого труда. Просто вы будете искать расположение тех или иных инструментов в другом месте. А вообще не смотрите на перспективу, а пользуйтесь тем, что вам удобно в данный момент. То есть ту монтажку, в которой вы за минимальное количество времени выполняете максимальное количество работы. Федор Стариков, надеюсь я правильно расставлю ударение, если нет, то не обессудьте. Расскажите про эту штуку под iMac. Она идеально вписывается в ножку iMac. Мой внутренний перфекционист в восторге. Понимаю, что это что-то музыкальное, но что конкретно и для чего она нужна, непонятно. Эта штука называется What Arrow. Это внешняя звуковая карта. На самом деле я ее выбирал не столько по внешнему перфекционизму, либо по тому, как она попадает вот в эту самую ножку, умещается в эту самую ножку. Я ее выбирал сугубо по интерфейсу. Мне была необходима внешняя звуковая карта, которая работает с iMac, по порту Thunderbolt 3. Получается так, что не так уж и много вообще звуковых карт существует на рынке, особенно в низшем ценовом сегменте. Низший ценовый сегмент с Thunderbolt 3 это около 500 долларов. Вот как раз таки эта видеокарта стоит на американском рынке 500 долларов. Но что самое интересное, у нас в России, ну у нас, точнее у вас в России, ее можно приобрести дешевле. Я дал порядка 470 долларов. В чем преимущество помимо Thunderbolt 3 интерфейса? Это хорошее железо, преампы и центральный процессор, который снижает нагрузку, ну в основном берет всю нагрузку по обработке звука на себя, особенно когда вы в режиме реального времени модифицируете звучание через штатный очень крутой софт. Да, многие модули необходимо докупать отдельно, но в целом это очень крутая штука. Ну и да, внешний вид, это тоже очень здорово. Плюс она мобильная, ее с собой можно брать, легко, удобно, и она не требует внешнего питания, то есть подключается и берет питание непосредственно от ноутбуков, ну либо от компьютера в моем случае. Дальше пошли вопросы по iPhone. Арказий Павлов, не в первый раз, по-моему, в нашей рубрике. Вадим, расскажи, как правильно снимать фото и видео на iPhone. Ну или как вообще с помощью сторонних камер для iPhone делать топовые фото? На самом деле никакой магии нет. Принцип штатного приложения на iPhone заключается в том, чтобы вы достали свой смартфон, нажали одну кнопку и получили удачный, либо не очень удачный снимок. Плюс-минус можно варьировать в зависимости от того, включили функцию Live Photo, когда еще можно подловить более удачный кадр. Если вы хотите получить нечто более интересное, то скачивайте любое стороннее, зачастую бесплатное приложение, в котором можно мануально настраивать выдержку, диафрагму и ISO. И в принципе на этом и строится весь кадр. То есть абсолютно на любой платформе и на любом смартфоне, либо фотоаппараде. А дальше уже идут рядовые будни фотографа. Это устранение гравитационной нестабильности, это выделение сюжетно значимых объектов, это приведение изображения к полноконтрастному, это выделение этого самого контраста и прочие манипуляции, которые позволяют преобразить картинку. Но самое главное, чтобы у вас была сама эта идея получения интересного изображения. Лепить из говна конфетку – дело неблагодарное, а вот найти действительно интересный объект, которым можно будет в дальнейшем поделиться после тех или иных преобразований – вот это вот уже настоящий фотограф. А вообще на самом деле, что вы для этого используете? Старый советский фотоаппарат с пленкой, который вы будете потом проявлять в темной комнате, это будет крутая или не очень крутая зеркалка или айфон, по факту не имеет решающего значения. Да, однозначно аппаратура тоже решает, но это не основной фронт работы. Главное – видеть фотографию и уметь ее потом обрабатывать. А уже на что вы ее сделаете? Ну, важно, но не настолько. Никита очень долго выбирал между айфоном 10 и 10R, он остановился на десятке, потому что нашел новый по очень вкусной цене, это, кстати, очень важно. А второе – все-таки 3D Touch. Уж очень сильно он к нему привык. Ну, на самом деле, 3D Touch – это уже даже скорее промах. Скорее всего, в будущих поколениях iPhone Apple не будет интегрировать эту технологию, которая не только программная, но и имеет физическую сущность в виде гномика. И те изменения в iOS 13, которые однозначно не нравятся всем владельцам iPhone, говорят об обратном, что 3D Touch будет потихонечку выпиливаться и ставиться на второй план. Да, сейчас он работает, но он работает совместно с Haptic Touch, а это уже чисто программная тема. И она, по крайней мере, мне, как владельцу iPhone XS Max, да и всем, в принципе, больше мешает, чем помогает. В общем, человек. У меня iPhone куплен в США, и в России при обращении в официальный сервисный центр Apple, а замене аккумулятора мне отказывают заменить его. Причина просто у них нет запчастей для айфонов, купленных в США. Это нормально? Хочу узнать твое мнение по этому поводу на следующем видосе. Спасибо. Вообще, это как после интервью с HR. Мы вам перезвоним. На самом деле, так, скорее всего, сервисные центры, мягко говоря, вас отшили, чтобы вы не ремонтировали смартфоны, купленные в другой стране, на территории России, то есть, где необходимо приобретать RST-модели. Внутренние регламенты Apple никто не знает. Там есть разные модельные ряды смартфонов, которые одни ремонтируются из-за рубежа, другие не ремонтируются. То есть, распространяется вот эта самая ограниченная российская гарантия. Вот именно потому, что она ограничена, поэтому не все трубки принимаются в сервис. Их никто толком эти регламенты не знает. Даже когда бывает, ты отправляешь серийный номер в техподдержку Apple в support в чате, пишешь, они все равно говорят, приходите в сервис, и вам там конкретно скажут. А каких-то определенных моделей, вот эти ремонтируются, а эти нет, их просто не существует. По крайней мере, в огрытом доступе этого нет. Так что, действительно, необходимо проходить на Apple.com, искать авторизованный сервисный центр, приходить к ним, и они уже вам объяснят. Ну, а по поводу того, что у них нет комплектующих для американской батарейки в iPhone, это полный бред, потому что они одинаковые. Что для американского рынка, что для отечественного рынка, либо любого другого. Евгения Теппе, а мне интересно, когда они iPad сделают с влагозащитой, а то невозможно сбежать от родственников, спрятаться в ванной, посмотреть какой-нибудь фильм, полистать ленту новостей, или же просто прочитать скачанную книгу. Я думаю, никогда. Все дело в том, что iPad, когда падает, он не попадает в отверстие с водой, которое находится в унитазе, он просто застревает. То есть, влагозащита ему не так уж и нужна. А вот iPhone провалился, поэтому добавили влагозащиту. Очень жизненный кейс, знаете ли. На самом деле, я думаю, что это не очень актуальная вещь, потому что уронить смартфон в воду, либо вообще купаться и что-то снимать на тот же любой смартфон, в принципе, это более распространенная ситуация. С iPad, ну, такое. Я лично в ванной пользуюсь iPad'ами, ну, просто ставлю дощечку, на нее раскладываю полотенце и ставлю девайс. Но на самом деле, это неправильно, потому что электроника вам спасибо за это точно не скажет. Влажность в ванной однозначно превышена, так что делайте это все только на свой страх и риск. Ну, вон, iPad 2 лежит, надо скоро откатить на iOS 6, до сих пор работает, и сколько я уже использовал в ванной, не счесть, наверное, разов. Но, может быть, мне повезло. Так что, резюмируя ответ на этот вопрос, я считаю, что это не актуально, потому что большинство все-таки людей не будут этим пользоваться и заплатят просто за технологию, за функцию, которую они не будут пользоваться. Игорь Семенов. Есть ли возможность отключить экранное время, но при этом не лишиться настроек, контент и конфиденциальность? К сожалению, нет. Увы, Apple посчитала, что необходимо запихнуть этот пункт меню в экранное время, которым далеко не многие пользуются, но это тренд. Меньше проводить со смартфоном, больше с семьей и радоваться, что у вас есть девайс, который не отжирает ваше время. Вот так вот. Для слабохарактерных. Паламарчук. Безопасно использовать старые версии iOS. Например, 9 iOS на iPhone 4s, 10 iOS на iPhone 5. Ну, в теории, последняя версия iOS, разумеется, будет более безопасной, чем предыдущая, потому что Apple постоянно выпускает какие-то заплатки, устраняющие те или иные уязвимости. Например, закрывающие возможность сделать джелбрейк. Но в целом, если вы пользуетесь операционной системой, она вас устраивает по скорости, особенно это актуально для старых устройств, и приложение не ругается на то, что необходимо, ну, те приложения, которыми вы пользуетесь, не ругается на то, что необходимо обновить операционку, то, в принципе, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. А вот меня бесит телефонная книга или список контактов. Чтобы позвонить человеку, потребуется минимум 4 действия. А еще список вызовов хранится от силы 20 дней. Ну, по поводу хранения и вообще менеджмента звонков в телефонной книге iOS, это уже, ну, извините, другого нет. Есть вообще сторонние звонилки, но, как по мне, это кастолип. Ну, а по поводу того, что необходимо выполнить 4 действия для того, чтобы позвонить, ну, просто можно сделать это в 2. Позвони отец. Выполняю вызов абонент отец работы. И как бы все. Ну, не нужно делать дополнительные действия. Удобно. Я вот постоянно так делаю, либо назначаю контакты на избранной и через 3D Touch вызываю их. Ну, еще как вариант, использовать виджет. Тоже заблокированного экрана, свайп влево и вызываешь избранный контакт. Vine Name. Я, конечно, понимаю, что прошу невозможного, но вдруг они разрешают менять шрифты и закрывать все вкладки с открытыми приложениями одним касанием. Хотя нет, сказки какие-то. Ну, по поводу закрытия приложения одним касанием, это уже какой-то мем. Особенно в 2019 году. Ничего закрывать не надо. Руководящий состав Apple уже ответил на этот вопрос. Это, наоборот, замедляет работу iPhone и повышает энергопотребляемость. Снижает энергоэффективность. А по поводу установки кастомных шрифтов есть iOS. Это закрытая платформа и мы ее принимаем такой, как ее делают дизайнеры Купертино. Есть Android. Это открытая платформа и там вот полная дискотека. Устанавливай все, как хочешь. Вот такие иконки, такой шрифт, вот такого размера. Получай свой винегрет и наслаждайся. Я лично считаю, что не нужно этого делать, потому что дизайнеры Apple это люди, которые недаром едят свой хлеб и они имеют статистические данные, они проводят какие-то исследования и уже затем делают размеры тех или иных элементов именно такими, чтобы было удобно нажимать. Шрифт подбирают такой, чтобы его было наиболее комфортно читать. Особенно я очень рад за то, что Apple делает мануалы по тому, как необходимо разрабатывать приложения. Какой дизайн они должны иметь, какой размер кнопок должен быть. И благодаря этому мы получаем программы от сторонних разработчиков, которые в целом интуитивно понятны по сравнению с штатными приложениями iPhone. Вы запускаете приложение на Android и каждый разработчик лепит так, как он хочет. И это просто ужасно. Тебе необходимо привыкать к одной программе, ко второй, к третьей. А в iPhone преимущественно вы запускаете любое стороне приложения и в целом плюс-минус сразу же понимаете, как оно работает на интуитивном уровне. И это здорово. Это стандарт дизайна. Это круто. Дизайн Синкар. А не думают ли операторы сотовых связей, нафигачившие свои приложения ММТС, Теледва и так далее записывал куз звонков. Прямо оператору он будет писать. Для тех, кто не в курсе, iPhone не может записывать вызовы. И сразу закинет запись в приложение оператора. Ну, если я не ошибаюсь, уже есть такие операторы с такими приложениями. По-моему, как говорили подписчики, это мегафон. Но в целом профита для самого оператора при разработке такой функции особо-то и нет. Вы же, как пользователь какого-нибудь другого мобильного оператора, вряд ли перейдете на тот же мегафон ради этой функции. А разработка этой функции, хранение конфиденциальной информации, это все очень большие вопросы, требующие немаленьких денег. Поэтому в целом операторам, я думаю, это нерентабельно. Вот и все. 29 или Дар 29. Вопрос по сбросу до заводских настроек. Это обязательно нужно делать при переходе на новую версию iOS. Скажем, с 12 на 13. Лично я, начиная с iOS 7, забил на первое при обновлении с одного поколения на второе сбрасывать как раз-таки смартфон полностью. и не восстанавливать из резервной копии. Второе, на что я забил, это обновление по шнурку. Вот, начиная с iOS 7, если я не ошибаюсь, я всегда обновляюсь только по воздуху и ничего не сбрасываю. И смартфон работает отлично. В целом, я только один раз столкнулся с проблемой. Это где-то больше полугода назад, когда Apple Watch, когда сторонние приложения на Apple Watch не запускались. Вот как раз-таки это происходило из-за того, что, наверное, большое количество ошибок насобиралось с того момента, когда я обновлялся по воздуху, что-то восстанавливал, что-то удалял. И только вот полный сброс без восстановления данных из резервной копии мне помог решить эту проблему на Apple Watch. Но это, наверное, единственный случай за такой огромный промежуток времени. А своими случаями каких-то багов, переходящих из-за того, что вы обновлялись по воздуху, либо не сбрасывали устройство при переходе с одного поколения iOS на другое, можете написать в комментариях. Но я думаю, это скорее исключение какие-то проблемы, чем правила. Поэтому просто обновляйте по воздуху и ничего не сбрасывайте. iPhone это в принципе разрабатывался как устройство, с которым не нужно колодовать, как на андроиде. Алексей Александров, у меня только один вопрос. Как вы терпите, что на iPhone нету по сути файловой системы? Работа с файлами как таковая вырезана. Честно, при переходе на свой первый iPhone 3GS я смотрел на это все дело с открытыми глазами. То есть, ну, мы как привыкли. Открыл проводник, выбрал папку видео, запустил видеоролик. А Apple тебя как бы учит, что необходимо сначала запустить приложение, а потом уже в нем выбирать тот тип файлов, с которым оно работает. И по сути разницы-то нету. Ну, да, однозначно есть момент, связанный с файл-менеджментом. Но, в принципе, Apple сейчас начал потихоньку подтягиваться и удовлетворять запросы пользователей и владельцев техники Apple с учетом на то, что операционная система все равно остается закрытой. То есть, работает по принципу песочницы. Именно поэтому она такая и надежная в плане стабильности и безопасности по отношению к угрозам извне. Android действительно крут в том плане, когда помимо смартфона с вами больше... Евочка! Иди к маме. Я хочу, я хочу пить. Все, иди. Забирай бутылочку, закрывай дверь там. Еще один недостаток фриланса. Работать с домашними ну очень сложно. А вообще, я неоднократно говорил, что если брать Android смартфон как обособленного устройства вне других девайсов, которые могут быть с вами в данный момент, то, конечно, это лучше. Можно и флешку подрубить, и к чужому компьютеру заюзать, и использовать смартфон в качестве флешки, и легко файлы передавать без каких-либо кастырей. Да, но когда iPhone тот же используется с любым MacBook или iMac, то есть в экосистеме Apple, то вообще никаких вопросов, связанных с файл-менеджментом, просто не возникает. Да, это такое вот яблочное, удобное, приятное рабство. Никита, у меня есть такой вопрос, хочу купить Apple Watch, но не знаю, какие с LTE, чтобы звонить, или можно без, чтобы опять же звонить, ну, то есть имеется в виду, наверное, по Bluetooth, либо Wi-Fi связи, когда смартфон есть с тобой рядом. Буду очень рад, если ты этот комментарий увидишь и расскажешь. На данный момент технологии eSIM официально не поддерживаются в странах СНГ, и именно поэтому заранее, заблаговременно не стоит приобретать часы и переплачивать за них, это порядком 70, наверное, долларов, когда я четвертые часы покупал, нет, это когда я третье покупал, по-моему, разбежка была в 70 долларов, там накопитель был побольше и стоял модуль eSIM. Доплачивать, точнее переплачивать не стоит за неработающую функцию. Дело в том, что даже когда начнут все это дело принимать, а принимают это уже больше двух лет, если не ошибаюсь, то все равно не каждый оператор предоставит такую возможность, а когда все уже появится, пройдет какое-то время, ваши часы к этому моменту уже устареют и все равно придется покупать новое поколение. И вот там уже, когда непосредственно функция есть у оператора, можете спокойно брать и можно будет использовать те же Apple Watch без привязки к iPhone. Я тоже очень жду этой возможности, потому что часто бегаю по часу, кто-то может звонить, а я не могу ответить на вызов. Смартфон я, разумеется, с собой не беру. Также обязательно учтите опыт американцев, они за eSIM платят отдельно. Готовы ли вы платить отдельно за функцию, которую можете пользоваться достаточно редко? Открытый вопрос, как будет у нас, неизвестно, потому что технология до сих пор не работает. Ну, в смысле, легально, официально, без костылей. И вот второй вопрос, являющийся дополнением от Виталия. Получается, что набор iPad, Apple Watch и Airpods окончательно убьет желание обновлять iPhone? Нет, потому что в Apple не дураки, и когда вы приобретаете новое поколение Apple Watch, для того, чтобы обновиться на самую последнюю версию операционной системы, есть определенные лимиты для айфонов, вот как с выходом iOS 13 и WatchOS 6. iPhone 5s уже не обновляется до iOS 13, соответственно, и Apple Watch вы не сможете обновить до WatchOS 6, то есть уже ограничения есть, и iPhone все-таки придется поменять, если вы хотите использовать все новые функции, которые появились на операционной системе для Apple Watch. Это вот, кстати, один из недостатков экосистемы Apple, для того, чтобы все нормально работало, все устройства и все функции, необходимо иметь актуальные девайсы, то есть это стабильно, раз в три годика каждый девайс необходимо обновлять. И стоит это достаточно дорого. Димак, как хорошо Apple Watch держит логозащиту? Вопрос, по моему мнению, глупый, потому что если пройти на официальный сайт Apple, постоянно говорится о том, что Apple Watch это девайс для спорта и в том числе для плавания, но его задают настолько часто, что, наверное, уже это не глупый вопрос, а нормальный. Apple Watch отлично держит логозащиту, в них можно и нужно плавать, но разумеется, вас это не предостерегает от наличия какого-нибудь брака, а попадание влаги не является гарантийным случаем, то есть в любом случае вы все делаете на свой страх и риск. Я лично уже с Apple Watch 4 до этого с Apple Watch Trip регулярно плавал в бассейне, все отлично и замечательно. Как быстро царапаются экраны Apple Watch? Какие защитные стекла использовать для часов? И от Игоря такой же вопрос, хотелось бы послушать тебе про защитные стекла к часам и замену экрана. По поводу замены экрана я уже рассказывал об этом в соответствующем видео, когда я поставил скол на свой Apple Watch Series 4 по поводу того, насколько сильно они царапаются. Микроцарапины появляются довольно быстро, но само по себе стекло Ion X оно прочное. Конечно же в идеале наклеить защитное стекло либо пленку. Я использовал защитные стекла HOKA для Apple Watch. Кстати, разбиваются не очень легко, достаточно тонкие стекла и для iPhone в том числе. Я сейчас ищу какого-то другого производителя аксессуаров для того, чтобы ну хотя бы не менять стекла стабильно раз в месяц на том же iPhone либо Apple Watch. Но у меня лично больше негативный, чем позитивный опыт использования защитных стеклах именно на Apple Watch. чувствительность сенсора снижается и довольно сильно. И второй камень преткновения по крайней мере для меня когда вы погружаетесь в воду сенсор перестает адекватно работать потому что капельки жидкости попадают между стеклом и корпусом часов даже по периметру и этого достаточно для того, чтобы были либо ложные срабатывания либо не срабатывания тачскрина вообще. Поэтому я отказался от этой затеи потому что плаваю в бассейне. Есть еще пленки, но я их пока не тестировал. Так что если вы далеки от водных процедур то в принципе попробовать стоит. Тем более это недорого. А вот замена дисплея точнее ее невозможность замены отдельно и замена полностью часов в целом это уже очень дорого. Олег Сте Вадим, а какими стеклами пользуешься ты? В принципе я уже ответил на этот вопрос в последние годы я пользуюсь защитными стеклами компания HOKA недешевое удовольствие порядком 8 долларов для iPhone и наверное столько же для Apple Watch но уж больно они хрупкие и менять стекло раз в месяц за год немаленькая сумма получается. Так что надо искать какие-то альтернативы. Можете предложить в комментариях к этому видео. Двитрий Коржев доброго времени суток интересует следующее собираюсь покупать смарт-часы. Что объективно лучше часы от Apple или Samsung если абстрагироваться от экосистемы? Заранее спасибо. Тут вообще глупо абстрагироваться от экосистемы просто потому что нет ничего лучше чем Apple Watch для iPhone и они предлагают вот именно по части софта самый лучший спектр функций. Гирсы тоже классные часы но уже с некоторыми ограничениями. Вообще в идеале поюзать и то и другое или просто посмотреть видеоролик на канале где я рассказывал какие функции будут работать с iPhone а какие не будут работать. Обязательно посмотрите и если вас в принципе не устраивает дизайн Apple Watch а это немалое количество людей кто-то хочет более классический и надежный вариант а гирсы или Galaxy Watch это действительно более надежные часы в плане внешних повреждений. Так что тут уже и определитесь. Друзья расскажите какими приложениями пользуетесь чтобы увидеть заряд iPhone на Apple Watch прям очень нужно. Специально ради этого погуглил многие варианты были почему-то платными но нашлось одно приложение бесплатное абсолютно которое называется Battery Life очень кстати много платных вариантов но эта штука абсолютно бесплатная есть баннерная реклама но по факту мы не будем запускать мобильное приложение на Apple Watch включаем программу и обратите внимание посмотреть заряд на Apple Watch нельзя потому что функцию необходимо купить но зачем если заряд можно посмотреть и так из панели управления а поэтому нажимаем просто iPhone и оставшийся процент заряда 74 программа называется Battery Life Так и вопросы общего характера ждем обзор на OnePlus 7 Pro и стоит ли ждать обзор на линейку Pixel я с удовольствием сделал обзор на устройства этих брендов потому что ну как бы все гига сообщество пищит от них но на данный момент нет возможности их достать достать стоят они недешево ликвидность их на вторичке по крайней мере у нас в Беларуси очень низко и продать эти девайсы будет довольно сложно люди которые мне обещали тот же OnePlus 7 Pro на обзор на данный момент подвели так что я стараюсь я ищу пути подхода к этим брендам будем надеяться что в будущем все срастется я предпринимаю все усилия для этого и канал всегда задумался не как монобрендовый по крайней мере я хочу осветить интересную стоящую мобильную как минимум мобильную индустрию Антон Артемов что с твоим твиттером почему ты его не ведешь и не пишешь в нем так как я один работаю над всем каналом на всех этапах производственного процесса то количество моих человеческих ресурсов сугубо ограничено твиттер по крайней мере в моем окружении это не популярная платформа ну просто дублировать туда одни и те же сообщения которые были в ВКонтакте или в Инстаграме просто не хочется а какую часть других вещей делегировать на эту платформу я не знаю поэтому у меня все сложилось примерно так Ютуб это основная площадка ВКонтакте это наше сообщество где мы можем поотвечать на те или иные вопросы обсудить какие-то нюансы скинуть какую-то интересную инфу а Инстаграм это место где я тизерю о грядущих роликах где вы можете задать интересующие вас вопросы вот пока работаю в этом формате и считаю его наиболее продуктивным а завести аккаунт менеджера чисто для Твиттера или того же Телеграма у меня нет ни физической ни материальной возможности Владимир перешел с Синкс на Вундерлист или Вандерлист это менеджер задач без которого я не могу жить и да я пользовался раньше Синкс 3 это реально крутой продукт но доступен только для владельцев техники Apple а Вундерлист Вандерлист это кроссплатформенное решение его можно использовать на Android а так как в последнее время наш канал освещает и эту тематику Android а я не могу взять девайс на обзор и не пользоваться им в качестве основного мне нужен менеджер задач и на нем соответственно чтобы все заметки синхронизировались и я всегда знал что мне нужно делать дальше в принципе утилита достаточно годная имеет как свои преимущества так и недостатки по сравнению с Синкс 3 привык сейчас в принципе кайфую да и бесплатно по крайней мере бесплатных его возможностей мне лично хватает Андрей некоторые говорят что при Джобсе было лучше у меня возник вопрос а что было лучше цены не такие космические так тогда рубль был выше ну сейчас уже не так уж и часто об этом говорят видимо уже Джобса начинает забывать я лично считаю что скорее всего это было связано с тем что в тот период когда управлял Джобс компанией не было такой конкуренции со стороны рынка Android и Windows Apple в то время предлагала более уникальный продукт и могла рубить ту цену которую она хотела то же самое касается компьютеров Apple но сейчас Android подтянулся в некоторых аспектах даже опередил платформу iOS ну по крайней мере в плане смартфонов а не планшетов то же самое касается и Windows Windows сейчас действительно хорош и он перенял огромное количество функций которые были доступны раньше эксклюзивно только на Mac OS вот наверное только поэтому раньше было лучше ввиду того что конкуренция была не настолько сильная Рафаэль Сабитов Вадим не могли бы вы поделиться своим плейлистом уже очень крутые треки вижу в видео и как вы относитесь к группе System of Down конкретно эту группу я практически не слушаю да и вообще в последнее время последние годы я стал мало слушать конкретно какие-то плейлисты и что-то закачивать на смартфон просто потому что приходится целый день работать в наушниках работать со звуком делать какой-то там саунд дизайн обрабатывать звук собирать видеоролики и просто устаешь и хочется послушать тишину а в машине либо когда убираешь квартиру я не любитель того чтобы слушать одно и то же мне проще запустить там я слушаю рок запустить Яндекс.Музыку выбрать радио рок все на бесплатной основе то есть без покупки какой-либо подписки и просто в случайном режиме включить попадаются те группы которые мне нравятся здорово попадаются новые группы лайкнул потом загуглил начал больше интересоваться музыкой то есть это какие-то свежие группы мне понравилось пропустил да и все тем более там сэрпоза в СПО сделать это очень просто когда ты занят чем-то другим так что музыку практически не слушаю а когда слушаю то в основном это что-то рандомное в определенном жанре рок допустим как человек интересуется буду ли я делать подкасты сами по себе подкасты в том же iTunes это преимущественно платформа ну или на гугле это не очень скажем так монетизируемая тема то есть контент такой можно делать можно адаптироваться но опять же количество времени моего личного оно ограничено и мне нужно выпускать продукт который будет максимально качественным и чтобы отдача от этого продукта тоже была по крайней мере рекламодатель не очень сильно приходит на подкасты опихать какую-то стороннюю рекламу ну вы сами знаете смотрите по крайней мере по видео что на нашем канале минимум рекламы я стараюсь этого придерживаться а если она и есть то это реклама каких-то качественных продуктов и вообще я решил сфокусироваться сугубо на ютуб есть такие форматы которые можно слушать как например этот же техразбор ну подписка ютуб премиум есть на андроиде вообще есть куча сторонних клиентов позволяющих слушать свернутое приложение в машине я часто слушаю читая видео в ютубе просто вот смотря на дорогу ну в принципе это возможно и адаптировать и делать какой-то отдельный контент сугубо для подкастинга для меня и нерентабельно и тут нужно что-то изобретать потому что разговорное видео это в подкастинге например очень крутая тема это диалоги а мне как бы приглашать в свою деревню особо-то и некого и нет таких знакомств чтобы это было очень интересно подкаст подразумевает длинную подачу материала то есть это 30-40 минут может быть даже больше но у меня пока нет таких тем на такое количество времени чтобы заполнить весь эфир так что на данный момент я отложил эту идею безусловно хорошую в долгий ящик фух на этом все получилось сейчас 11 наговорил очень много вырежу самое интересное вставлю в видеоролик ну и закончить этот выпуск я хотел вот этим комментарием который в тот момент когда он вышел когда он был написан здорово мне поднял настроение все дело в том что именно поэтому я и не удаляю старые видеоролики которые были сняты уже более 4 лет назад несмотря на то что они мне здорово портят статистику по каналам из-за чего скажем так не каждый рекламодатель хочет со мной работать но благодаря этому вы всегда можете посмотреть прогресс как оно было раньше и как оно сейчас эти ролики вызывают ностальгию и я понимаю что на данный по крайней мере момент я не остановился в своем развитии и ну это страшно если так когда-то произойдет как можно увидеть на немалом количестве каналов на этом все с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech не забывайте задавать свои вопросы в специально прикрепленном комментарии либо вообще просто в комментариях к этому видео который мы разберем в следующих роликах пока-пока ох вот час сидеть на деревянном стуле как больно